всем привет всем здравствуйте ролик совершенно спонтанной и даже не знаю как рассказать одним словом сегодняшний звонок подруги застал меня магазине семян где я покупала крест салат весенний я хожу за крест салатом фикс прайс беру там вот этот донской я показываю уже несколько раз донский у меня донской и вот думаю для разнообразия они особо разницы для меня не имеют просто вводит проверенные семена 6 рублей стоит вот так вот если перевернуть и вот алёта где я в семенах татьяна купи мне огурец кураж без вопросов конечно же купила огурец кураж и какие-нибудь черри хорошо куплю самый вкусный черри но во всяком случае так написано да я надеюсь ты посадила мне чудо на окошке штучек пять вот этот вопрос застал меня врасплох а кто меня просил но это без само собой она верит мою руку но и пошло ну и пошло поехала купила я чудо на окошке свой томатик который в этом году я решила не сажать вот просто не хочу без огорода я решила и в подарок мне дали подсолнечник карликовый раз думает скажет наверное берешь вот эти помидоры вот картина репина сходила я магазин ну что товарищи надо сажать надо сажать товар чудо на окошке что ж ты молчала я боже давным-давно и посадила февраль концу я надеюсь ты посадил мне семена так сажать буду чудо на окошке вот такой сорт он мне очень нравится у меня ни разу не подводил очень много других не а советовали пиноккио и клюков сахаре ну даже вспомнить я самое главное не путать с балконом чудом балконное чудо мне не понравилось а чудо на окошке мне понравилось и так как я все таки это буду отдавать мне бы хотелось сразу сажать вот такие горшочки помните вам показывал в прошлом году с таким дном очень легко и уютно но я их не собрала как раздала в прошлый год значит эти горшочки назад я собрать не собрала если до пикировки соберу хотя бы часть у меня часть у родителей часть у подруги поэтому буду сажать вот такие судочки и размер у них самый что и на есть разные мне нравится землица надо совсем немного воздушного пространства на подоконнике занимает место немного здорово здорово и первое время под крышечкой как хроничок но здесь нам надо обязательно сделать дырочки простой иголочкой да чем уходно я знаю что эта процедура самая легкая наверное простой но я вам все таки покажу прости не снимать вот и до и вы знаете дырочек достаточно в принципе парочка больше не надо но я маленький судочек взяла это смотрите он как будто тут вот видно нет на крышечке как будто мне уже пометили наметили где мне эти самые дырочки делать а вот так наверно видно это как-то вот наверное при производстве этих красивых и емкости вот здесь вот менее выраженная эти дырочки гораздо менее судочек побольше судочек поменьше а вот там где поменьше просто прелесть прелестная беру иголочку ой люблю это дело не могу вот и по намеченным строго по намеченным дырочкам шаг влево шаг вправо он остыла иголочка иголочка да болтай меньше тонюха делаем хо хо болтай меньше на два вкл хватает мне просто хочется что перед каждым растеницам перед надо каждым растеницам было воздухоотводная дырочка люблю вообще и знать когда семена сажаешь думаешь взойдут не взойдут он отрывку хватило а уж дырочки то получится всегда как ни странно семян довольно таки много я все использовать не буду все таки попросить будет он сажать или нет сейчас на всякий случай опять посадишь вот вывалила я все считать их конечно не буду но здорово я в те разы брала как ты их было меньше буду выбирать самые пухленькие самые подносик у меня старенький для таких дел чтобы потом его протереть и все самые крепенькие я насыпала земельку ну как половинку примерно чуть больше чуть меньше вот это я этих церемоний не люблю сколько насыпал столько насыпал сейчас я буду размещать семечки если семечки размещаются таким образом что дальше они землей не покрываются обязательно надо для семечек делать какие-то ячейки все-таки потом спрыскивать и чтобы они как бы не катались по земле а сидели строго в своих ячейках ячейки самые что у меня есть небольшие так как помидорки я буду землей слегка еще сверху заваливать я не буду делать эти самые ячейки просто по поверхности разложу семена надо намочить кончик палочки взять самый видите он как цепляется на кончик палочки и перенести сюда так сейчас будет вам видно не будет видно оп семечка на палочке семечка на земличке немножко порог это вам не кажется это действительно идет пар потому что облила я кипятком я не сторонница метода кипятка это все ерунда ерундовская просто чтобы семечка немножко пробудилась что ли поздно она мне сказала я бы уже давно посадила вот вот таким образом не неудобно центральную я посадила одну здесь еще еще две семечки потом здесь три и здесь две остатки семян я сухими руками уберу на место в конвертик в мешочек все как положено так и того у нас получилось три рядочка по 3 9 10 11 12 13 самое замечательное число семечки очень трудно здесь увидеть и заметить потому что земля у меня с вермикулитом и здесь вот как-то все это все рябит кто-то скажет что как бы влажности больше чем нужно возможно вы правы дело в том что я сейчас засыплю земелькой тоже буквально на пальчик на сантиметр больше не надо и поливать уже не буду и диффузно влага проникнет и верхние слои почвы этого будет достаточно спрашивать меня какая земля вот в этот год бесполезная во первых я совершенно не подготовилась я не собиралась не сажать ничего просьба посадить для нее томат просьба подруги была очень очень неожиданная что ли и я просто посмотрела есть ли у меня земля я покупать еще буду но вот для чтобы времени тратить землю я нашла это земля неиспользованная новая но она из разных из разных пакетиков я с осени там осталась горстка тут осталась горстка я же еще в том году огородом-то занималась и у меня немножко земли осталось поэтому все сорта здесь намешаны они уже пролежали зиму на балконе это неплохо если посыпать земельки сверху мало то наши томатики они взойдут с шапочками то есть кожица от семян может быть она как-то по-другому называется кожица от семян она останется на листочках ничего хорошего в этом нет если мы засыпем много семена будет очень трудно пробиваться вы со временем приобретаете только свой опыт я не могу же вот с палкой мерить до 3 миллиметра было три сантиметра там стало я этого не люблю у вас такая знаете огородная чуйка разовьется обязательно как и что слегка при слегка я земельку утрамбую такое впечатление что как будто я этого и не делала комочки моточки мне не нравится вот просто в огороде конечно такие это и не кусочки вовсе но вот в этих чиплашках это все-таки имеет значение поэтому кто-то сверху еще поливает я тоже могу полить но я чувствую что у меня влаги достаточно сейчас будет парниковый эффект и вообще будет все замечательно дырочки мы сделали осталось только те кто сажает много много различных сортов подписать и кто-то маркером подписывает кто-то отрезает вот эти значит названица и приклеивает скотчем кому как удобней все-таки верхнюю поверхность лучше не затенять потому что тут сюда приклеивать деревьев все-таки солнышко здесь будут прорастать наши росточки а вот сбоку то делайте что угодно и лепите что угодно кому как значит вот и все мои посадки в этот год хотя знаете честно говоря может и не все будут так я пойду отнесу на подоконник и мы с вами будем наблюдать вот уже пошел запотевание это так здорово недельки на две раньше я посадила если бы ну планировала это делать никакой дополнительной подсветки у меня нет и не будет я считаю овчинка выделки не стоит из-за там я не знаю это просто красота на балконе у меня каждый год было ни больше ни меньше если конечно рассада для огорода за делом на будущее там это все есть смысл заморочиться нужно не знаю 5 6 10 кустов томатов нет сейчас солнышко будет потихонечку в общем я просто ставлю на подоконник я не убираю в темное место до первых сходов я сразу на подоконник чтобы в общем-то растение тянулись к солнцу правильно это неправильно мне без разницы и как только крючочки станут появляться я открою этот парничок хотя можно пока они не достанут в общем-то головушками до крышки держать может быть на ночь буду закрывать но вы знаете когда уже растенится поднимает головушку расправляет плечи когда с ним даже говорить каждое утро хочется и доброй ночи желать поэтому нужно все покажу местечками здесь более чем достаточно пару сантиметров до крышки это более чем достаточно и корешочком за землицу укрепиться и плечики расправить сверху так но еще иду на полную авантюру знаете мне дали в подарок у нас вот наверное может быть это срок действия исчезает да 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 реализовать до 12 19 думаю вон оно что вот когда покупаешь семена дают в подарок что-то и вот слово карликовый подсолнечник я очень люблю обожаю сейчас детство бабушки помню слово карликовый но тем не менее роста до 40 сантиметров высотой у меня если написано до 40 сантиметров я так вот оставлю чтобы вы читали значит будет чуть ли не метр но мне же все хочется быстрее быстрее хоть со второй декады апреля но это речь то идет когда на улицу я попробую да все-таки посадить сейчас этот карликовый подсолнечник если он будет украшать мой огород и действительно будет 40 сантиметров до 40 я его оставлю если будет огромным вон в клумбу высажу вынесу гнездами по 2-3 семечки сажают вот гнездо я приготовил это мой любименький горшочек он мне сто лет служит вот ну знаете надо пробовать единственное конечно все таки вот такие большенькие семена тоже несколько надо конечно было замочить и батюшки здесь прям семечки что ли а вакай вакай смотрите здесь прям семечки и прорастить ну терпежу то нету я сейчас знаете посажу часть а часть замочу что нам стоит дом построить земля уже чуть-чуть пролита сейчас сделаю гнездышки но это конечно сухими семенами сажать не лучший потом в земле просто мы не найдем способ но надо пробовать я никуда не спешу и еще мы замочим а куда я буду девать то замоченные семена то картина карте называется в этом году ничего сажать в этом году ничего сажать не буду так здесь конечно надо утрамбовать со шляпочками не надо чтобы они сходили еще что-то мне кажется я мало полила а может быть мне только кажется не знаю возможно мне только кажется но я полью не удобрение ничего земля покупная в ней много всего некоторые выпили сначала вымачивают можно было кстати я все-таки томаты хочу без всяких удобрений а этот подсолнечник так сейчас замочим оставшиеся семена так в мешочек поставила дырочку ножницами сделала две штучки и тоже на подоконник так ну что я взяла ивановскую салфеточку вот эту вот мы обожаемую мной до свернула ее судочек взяла побольше люди как-то старенько чем-то еще а я люблю вы знаете семена ведь тоже люди нам ведь хорошо в чистенькой да в новенькой то да постельки вот и семенам также хочу значит положить каждое семечко еще и на подушечку но если было бы их здесь два три так бы я и сделала но так как здесь их побольше я наверное эти подушечки порежу порежу и еще по диагональке порежу так ну ка ну ка сколько у нас послушать они толстенькие может их еще разъединить нет они вот здесь вот у меня как-то прошиты не разъединяется я бы их еще разъединила кстати на уголочек не пишите мне что я дурью маюсь я сама знаю мне просто нравится мне нравится так на уголочек говорит не ждите чудес чудите сами у меня так мешает этот штатив вот я разложила прям как-то подсчитал у меня именно вот что ж мясо математика это 7 семян насчет было десять тритма посадили с вами и вот сюда все это я делала так сказать пока все было сухинка потом когда если они прорастут да можно просто вот тихонечко легонечко взять и не тревожить семечку сразу куда-то перенести не представляю куда так ну что укладываем спать тоже здесь двойной и можно наливать водички так ну что закрываем здесь горяченькой водой нельзя шпарим семена здесь тепленькой водичкой и вот именно когда я замачиваю семена я не ставлю на солнце здесь вот как раз смысла нет на батарею знаете тоже можем спалить у кого какие батареи я поставлю под батареи не на батареи а под батарею на пол под батарею сюда какую-нибудь тоже подушечку поставлю тряпичку и поставлю мне очень нужно чтобы они проросли куда я их дену я не знаю будем наблюдать что я так понимаю мне пора вытаскивать мои корзиночки не хотела я в этот год ничего делать но чувствуются мои лейки ведра надо опять готовить у меня так половину уж нет так где моё ведро так ладно потом найду сегодня они не герои программы так я просто к чему раз у меня все-таки огородные видео будут хотя бы несколько давать салат посадим мне же нужны вот эти маленькие бирюльки всякие это вообще вы понимаете размеры да вы просто я люблю для фотографий для ролика это баловство это было стволка сейчас кинулся мне писать это баловство я знаю я знаю я люблю вообще шалуни вот мы для видево для будущих я даже не знаю что там у меня зайдет не взойдет кто сеет крест салат вместе со мной без земли я просто вас еще раз вам напоминаю о неудачно вода вот у меня тут эти ватные диски сырые влажные так сейчас я без штатива все аккуратненько распределю накрою баночками на несколько дней так мне тут надо просто равномерненько распределить вот и надеюсь мы с вами встретимся все что мы сегодня посадили какие-то проросточки понаблюдаем так подождите надо еще подготовить это вообще корзина еще не готова к съемку и все вставляю так что до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут и и и и и